Температура уже сейчас бьет все мыслимые рекорды. Даже синоптики города в легком недоумении. Последний раз такая температура стояла в Вологде 18 лет назад. Почти на 10 градусов отклонения от нормы. Если завтра будет хотя бы на градус выше, мы побьем абсолютный рекорд 1948 года. Скорее всего, так и будет, уверяют синоптики. В Вологду пришел антициклон, а вместе с ним аномальная жара. Столбик термометра зашкаливает за 30 градусов даже утром. И такая погода продержится вплоть до конца недели. Установится у нас малооблачная жаркая погода с высоким классом пожароопасности в лесах. Синоптиками Вологодского гидрометцентра выпущено предупреждение в период с 3 по 7 июня на территории Вологды, в общем-то, в большинстве районов области, предупреждение об аномально жаркой погоде. Времени чуть больше полудня, а на пляже в Парке Мира практически нет свободных мест. Вологжанка Марина Шетихина рассказывает, приходит сюда с самого утра, иначе в квартире можно просто задохнуться. У реки и воздух свежее, и дышится легче. Это намного теплее, чем прошлый год. Прошлый год мы как искали солнышко, а в этом году каждый день здесь. Купальный сезон вологжане тоже уже открыли. В реке десятки человек, от мала до велика. А вот спасателей этот факт вовсе не радует. По их словам, купаться сейчас просто опасно. Вода не прогрелась как следует, а значит, может легко схватить судорога. Вроде бы кажется, что и высокая, но это температура воздуха такая. Вода ещё довольно-таки прохладная. Ну и не так страшно даже, что человек лезет, который трезвый, гораздо страшнее, когда лезут в нетрезвом виде. В этом году ещё не было у нас случаев вызова. Официально купальный сезон в областной столице стартует только в конце июня. В это время на двух городских пляжах будут выставлены спасательные посты в Парке Мира и на так называемом Затоне. А пока купание в реке никто не контролирует. Впрочем, такая жара вологжан пока не пугает. По их словам, прошлым летом солнца и тепла не хватило. Я считаю, что пока ещё хорошо. Терпимо, да? Терпимо. Хотелось бы постабильнее, чтобы было тепло, солнце. А вот специалисты напоминают, долго пребывать на солнце опасно, и чтобы легче переносить жару, советуют пить как можно больше воды и не забывать про головные уборы. Екатерина Щукина, Алексей Романов. Новости Вологды.